Было показано, что ресвератрол хорошо известное фитохимическое вещество, улучшает здоровье и продлевает продолжительность жизни, имитируя ограничение калорий в мышей с ожирением, вызванных кормлением пищей, с высоким содержанием жиров, но не в мышей, которых кормили стандартной диетой. Эти результаты показывают, что эффект ресвератрола опосредуется благоприятной модуляцией повышенной уязвимости физиологическим и метаболическим изменениям основных органов и тканей, вызванным питанием с высоким содержанием жиров или ожирением, но не путем прямого воздействия на антивозрастные молекулы в процессах здорового старения. Кроме того, было обнаружено, что большинство потенциально полезных для здоровья фитохимических веществ, таких как ресвератрол, экстракт зеленого чая, куркумин, щавелево-уксусная кислота и 3-глицеридное масло со средней длинной цепи, не смогли увеличить продолжительность жизни в стандартных условиях худых мышей, которых кормили диетическим кормом. Было показано, что полифенольные соединения, в том числе ресвератрол, экстракт зеленого чая и его основной биологически активный компонент эпигодихин-тригалат, куркумин и кверцетин, увеличивают продолжительность жизни различных модельных организмов, таких как дрожжи, круглые черви, плодовые мушки и тучные мыши. Сообщалось, что природные соединения, которые предположительно обладают потенциалом для продления жизни, включая ресвератрол, экстракт зеленого чая, куркумин, щавелево-уксусную кислоту и 3-глицеридное масло со средней длинной цепи, не смогли продлить жизнь худых мышей на стандартной диете. Этот результат предполагает, что ранее идентифицированные антивозрастные соединения оказывают антивозрастной эффект только при определенных патологических состояниях, таких как ожирение и метаболический синдром, вызванный длительным употреблением пищи с высоким содержанием жиров. Было высказано предположение, что потребление какао является ключевым фактором, который способствовал более долгой и здоровой продолжительности жизни жителей острова Сан-Блас по сравнению с жителями материковой части Панамы. Многие исследования показали, что эпикотехин флавонолф в первую очередь отвечает за благотворное влияние диетического какао, включая улучшение сосудистой функции и здоровье скелетных мышц и борьбу с окислительным стрессом. Эпикотехин проявлял свои антивозрастные эффекты у мышей с нормальным старением, без изменения их диеты. В ряду с улучшением здоровья и увлечением продолжительности жизни, прием эпикотехина улучшал вызванную старением дегенерацию скелетных мышц и обращал вспять измененную старение митохондриальную РНК скелетных мышц. У старых мышей Более того, эпикотехин тригалат, основное биоактивное соединение зеленого чая, не увеличивало значительную выживаемость стареющих мышей в этом исследовании. Что указывает на то, что эпикотехин является особым фитохимическим веществом, вызывающим антивозрастные эффекты. В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что эпикотехин может быть новым антивозрастным агентом пищевого происхождения, действующим на людей с нормальным старением, по крайней мере частично, непосредственно оказывая защитное действие на скелетные мышцы. Продолжение следует...